продолжаем наш цикл про педагогику в нулевой лекции мы уже упомянули о том что в принципе возможны три модели школы первая вторая и третья и что они связаны конечно с уровнями и с разными социальными обстоятельствами с тем кто заказчик очень интересно проследить как эти идеи этих трех направлений проявились в американской истории педагогики частности активно обсуждается в американской в американском научном сообществе изучающим педагогику и историю школы активно обсуждается противостояние двух лидеров одним из них является джон дьюи который высказал несколько тезисов вполне очерчивающих ясно профиль 5-6-7-8 том числе что надо строить педагогику от ребенка что надо решать проблемы интересные для детей что надо ориентироваться на науку на лучшее современное научное знание что надо превратить школу в центр социума и что нужно воспитывать продуктивных демократических граждан все это ценности в диапазоне 5-6-7-8 начинаются со свободы ребенка и дальше происходит организация и дальнейшее развитие но дьюи как говорят победил в теории а на практике победил другой лидер торндайк который очертил другой профиль и главным поставил эффективность образования он применял и проповедовал тестирование детей предлагал в профиль ребенка в дальнейшем обучении ребенка привязывать к результатам тестирования и ориентировался на потребность экономики вот это эффективность мы знаем что это третий уровень и шестой уровень и экономический экономическая ориентация теку на текущую экономику это 4-5 вот этот профиль отставил торндайк и его последователи и практики в американской школы победили именно вот эти люди вот это противостояние это фактически с нашей в нашей терминологии это противостояние школы 1 пусть даже самый лучший самый эффективный школе 2 слегка очерченной еще не совсем понятный есть еще третье направление я назову гранвилл стэнли холла который пробовал разные идеи и особенно ему нравилась так называемая теория капитуляции когда человек проходит все уровни которые все этапы которые прошло человечество у него не было еще уровней у него не было еще точного понимания чем измерить эпоху и чем одна эпоха отличается от другой вот это желание пройти весь путь человечества вместе с ребенком оно явно намекает на направление третьей школы и мы подробно об этом поговорим давай